МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Земляки". Это проект об улицах Красноярска и героях Советского Союза, именем которых они названы. Улица Водянникова. Довольно протяженная улица Водянникова тянется с востока на запад в частном секторе Покровки. В основном здесь малоэтажные дома, из значимых объектов 51-я школа и одна из старейших библиотек Красноярска, основанная как раз в первый год войны. Но есть на этой улице еще кое-что для нас интересное. Вот в этом самом сквере в конце прошлого века стоял бюст герою Советского Союза Андрею Водянникову. Потом монумент пришел в негодность, его убрали, и долгое время здесь ничего не было. Благодаря инициативе жителей этой самой улицы в прошлом году сквер начали благоустраивать, и есть надежда, что скоро появится здесь новый памятник Андрею Васильевичу. Андрей Водянников родился 10 августа 1918 года в Ачинском районе в крестьянской семье. Будущего героя воспитывали дедушка с бабушкой. Отца Андрея не знал, а мама умерла, когда ему было 7 лет. Когда он закончил, Андрей Васильевич, 5 классов, он пошел на работу в колхоз. У него была необходимость, потому что родителей не было, он хотел помочь дедушке и бабушке. С 1938 по 1940 год Андрей Васильевич служил в армии в рядах НКВД. После демобилизации у него появилось желание продолжить службу. 3 января 1941 года его приняли на работу в Центральное районное отделение милиции Красноярска. Вот заявление Андрея Васильевича о приеме его на работу написано его собственной рукой. Сейчас с высшим образованием приходят, пишут заявление, и то надо разбирать внимательно, хоть под лупой. А это ведь красивый, это его почерк. Его же рукой написана автобиография, которая вместе с личным делом хранится в кадрах 1-го отдела полиции. И вот что интересно, сам Андрей Васильевич свою фамилию в документах пишет то с одной, то с двумя буквами Н. Когда началась война, наш земляк работал на территории Центрального района участковым. Многие милиционеры, как только началась война, они сразу же готовы были отправиться на фронт, и об этом говорили своему руководству. Но поскольку в любом случае на местах также нужна была охрана, порядка и так далее, многих оставляли здесь на местах. Но вот он отправился на фронт в 41-м году в октябре. После окончания курсов младших лейтенантов наш герой командовал сначала понтонным взводом, а через год он командир саперного взвода 252-го отдельного мотоинженерного батальона. 17 января 43-го младший лейтенант Водяников в решающий момент боя сумел поднять взвод в наступление против превосходящих сил противника. За этот бой награжден медалью за отвагу. Особо отличился наш земляк при форсировании Днепра. Ночь, да, на 25 сентября 1943 года, возглавляя инженерную разведку, Андрей Водяников первым вышел к Днепру, северо-западнее города Днепр-Зержинск, и возглавил переправу группы бойцов на другой берег. Тот берег, к сожалению, был занят немцами, поэтому произошли бои, вплоть до рукопашных боев. Ранним утром следующего дня Андрей Водяников, командуя паромом, переправлял две 76-мм пушки. В 30 метрах от берега противник подбил паром, и тот стал погружаться в воду. И он, представляете, вплавь, все-таки до берега доплыл и доставил боевое оружие на тот берег. В последующих десантных перевозках младший лейтенант Водяников героически погиб при выполнении обязанностей начальника парома. За героическую работу, мужество и отвагу, проявленные при форсировании реки Днепр, достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Приказом министра внутренних дел Водяников Андрей Васильевич занесен в списки личного состава Центрального РУВД Красноярска навечно. В память о нем в маленьком сквере возле первого отдела полиции установлен бюст, и новые поколения стражей порядка отдают Герою Советского Союза воинское приветствие. В органы внутренних дел поступил, ему было 22 года. В 23 он ушел на фронт, в 25 он, к сожалению, погиб. Он уже был совсем молодым мальчишкой, при этом командовал саперным взводом и совершал героические поступки. Наверняка он в этот момент не думал, что вот-вот его настигнет смерть. Он просто защищал свою страну, своих людей. В память о Героическом Сибиряке накануне 30-летия Победы в феврале 1975 года городским советом депутатов было принято решение переименовать 2-ю Дальневосточную улицу в улицу имени Героя Советского Союза Андрея Водяникова. В том самом центральном районе, где так недолго работал участковым наш земляк, погибший за родину на берегах Днепра.